В эфире телерадиокомпания Гродно. Вы смотрите нас на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4». Это программа «Открытый вопрос». Здесь мы традиционно говорим о жизни нашего региона и обсуждаем важные для области проблемы. Этим вечером в студии работает Надежда Завиновская. Здравствуйте. И на этот раз мы будем говорить о деятельности Красного Креста. Ведь именно в мае отмечается всем миром День Красного Креста. А в нашем регионе на протяжении всего месяца мая проходит целая серия мероприятий, главная цель которых – показать и рассказать, чем вообще занимается эта организация и чем она может помочь людям и почему она так важна для нашего общества. Вот подробнее поговорить о деятельности Красного Креста в нашем регионе мы пригласили в гости главного человека по Красному Кресту в Гродненской области. Это председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Романья Скоморожка. Добрый вечер, Романья Романовна. Добрый вечер. Надежда вынуждена заявить, что я далеко не главный человек в Красном Кресте в Гродненской области, поскольку Красный Крест – это общественная организация. Он называется Президиум, и все люди, которые в него входят, это и есть главные люди в Красном Кресте, а другими главными людьми в Красном Кресте можно назвать, например, волонтеров, поэтому я просто менеджер. Я сознательно так сказала, для того, чтобы мы всем людям объяснили, что такое Красный Крест и чем он занимается. И вот давайте с самого начала сейчас проходит Месячник Красного Креста. Какие мероприятия вы проводите, что еще планируете, как вам можно присоединиться? Да, действительно, в нашей стране и в очень многих странах мира 8 мая начинается Месячник Красного Креста, и в течение всего мая месяца, и даже в июне, наверное, проходит целый ряд благотворительных мероприятий, которые поддерживают ту или иную категорию населения. Не секрет, что Белорусский Красный Крест – самая крупная гуманитарная организация, и если говорить высокими словами, то миссия нашей организации – это поддержка уязвимых категорий населения, используя гуманитарный потенциал общества. Мне кажется, что именно последнее сочетание «гуманитарный потенциал общества» – самое важное. Например, в этом году наш Месячник проходит под девизом «активное волонтерство», и мы, цель всех мероприятий – привлечь наибольшее количество волонтеров для поддержки движения. Какие, возможно, уже будут конкретно мероприятия проходить? Есть мероприятия, которые абсолютно традиционные. Например, в очень многих районах области мы поздравляем мам 8 мая, в день рождения Красного Креста, которые родили детей в этот день. Это такая пиар-акция, скорее. Нам кажется, что мамы запоминают, и дети, когда вырастают, становятся нашими волонтерами. Есть акции, которые тоже такие традиционные, когда мы помогаем весном и пожилым людям. Убрать их дворы, например, прибрать в квартирах. Есть традиционные акции, когда мы проводим целую серию тренингов каких-то. Например, по привлечению волонтерства, по воспитанию каких-то определенных душевных качеств молодого поколения. Есть ежедневная работа Красного Креста. Это работа медицинских сестер-милосердия, которая и в мае, и в апреле всегда-всегда проходит. Это работа, например, нашего отряда по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации. Это работа нашего детского центра. Это работа наших нянь. Ну, то есть много мероприятий таких, которых не выделишь из всего раздела. Ну, есть какие-то новые вещи. Например, мы в этом году придумали, что почему Красному Кресту не заняться буккроссингом? Ну, только не таким, как всегда, как все это делают, а немножечко другим. И мы решили... Да, мы решили, не знаю, мы так посидели, подумали с волонтерами, решили его несколько ощеловечить. Буккроссинг. Вот сейчас в городе Гродно, я надеюсь, в некоторых других больших городах, мы предлагаем людям... Ну, обычно в буккроссинге ты книгу взял, и ты должен принести взамен книгу, чтобы кто-то почитал твою книгу. Мы пытаемся с Гродницами сейчас по-другому работать. Наши волонтеры предлагают книгу. Если есть желание, можно эту книгу вернуть. Если нет желания, можно оставить себе эту книгу. Можно принести взамен книгу, можно не обязательно это сделать. И вы знаете, что нет такого, что кто-то крадет, нет такого, что кто-то там уносит, убивает, прям набирает пять книг. Тем, кому книги нужны, они действительно нужны. Тем, кому просто для того, чтобы сделать что-то нехорошее, такого нет. Мы думаем, что осенью мы попробуем тоже что-нибудь такое интересное сделать для горожан, мобилизуя гуманитарный потенциал общества. Например, наверное, осенью пойдут дожди, ну, судя по всему, да. И мы планируем, что мы на Советской будем, как в некоторых городах, наверное, многие ездили в Европу и видели, мы решили, что в осенью мы поставим стойки с зонтиками. Ну, вот если тебе нужен зонтик, ты на Советской его возьмешь, используешь и поставишь обратно для того, чтобы другой это использовал. Потому что, ну, на самом деле, Красный Крест, идея Красного Креста не в том, чтобы там, ну, помочь там очень определенной категории людей там в течение длительного времени. Это тоже очень хорошо и правильно. Но главное, вот, цель месячника, цель всей организации, чтобы как можно больше людей прониклись этим духом, вернулись к чему-то доброму, ну, тому, о чем мы знаем с детства, о чем иногда стесняемся, не знаю, сказать себе или окружающим, что да, мне хочется сделать доброе, а не плохое. Но у людей-то такое стереотипное в основном представление о Красном Кресте, что это люди, которые помогают тяжело больным или это гуманитарная помощь. А чем вы только не занимаетесь? Ну, вы знаете, то, что у людей такое представление, это мы плохо работаем, сотрудники Красного Креста. Вот, на самом деле, наверное, пиар не на том уровне, на котором должен быть. Но, с другой стороны, оказание гуманитарной помощи – это очень старое направление работы Красного Креста. Да, мы этим занимаемся, но на самом деле это не очень часто. И если раньше Красный Крест занимался тем, что мы получали какую-то иностранную помощь и выдавали ее людям, то сейчас мы занимаемся в том числе тем, что принимаем у людей какие-то, ну, там, тоже ненужные вещи. Ну, например, когда к нам приехали впервые много украинцев, мы попросили у людей принести одежду, принести гигиену, принести обувь, возможно, предметы быта, которые нужны. И гродненцы очень ярко откликнулись на вот эту вещь. Единственное, я всегда говорю в эфире, и, к сожалению, вынуждена это повторить, нам очень просим мы, чтобы вещи, которые к нам люди приносят, были достойными и возможными для вторичного использования. Потому что если просто некуда деть, и эта вещь уже в плохом состоянии, ну, наверняка никто другой тоже не захочет их использовать. Надо поуважать себя и поуважать того человека, которому вы хотите подарить эту вещь. Вот. Ну, это вот одно направление работы, очень небольшое. Старое очень направление работы, почему люди тоже связывают всегда с этим Красный Крест, это уход на дому и служба ухода на дому сёстры милосердия Красного Креста. Такая служба тоже и сейчас есть. Их не так много, но это очень уникальные люди. Это профессиональные медицинские сёстры, которые оказывают и медицинский уход, и хозяйственно-бытовые услуги, и социальные услуги. Мы работаем сейчас с нашей социальной службой очень в тесном контакте, поскольку работаем в условиях так называемого государственного социального заказа. Нам даёт государство деньги, если мы выигрываем своеобразный конкурс. Вот. Ну, это важно. В этой службе много волонтёров. Те, которые приходят не для того, чтобы какие-то, не знаю, гигиенические процедуры даже, помочь осуществить лежачему человеку или человеку с ограничениями. А те, кто приходят просто для того, чтобы забрать грязное бельё, принести в Красный Крест, постирать. Да просто поговорить. Когда человек долго один, одинокий, это очень важно. Это совсем не важно, что заберут её грязное бельё. Да, абсолютно. Она может сама там очень тяжело ей передвигаться, но тем не менее какие-то вещи она может сделать сама. Для неё очень важно внимание. Ну, вот одна часть нашей работы. Есть очень интересная часть работы. Это подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации. Вообще, Красный Крест родился в период военных действий, да, на поле битвы, как говорится. К сожалению, вынуждены отметить, что всё больше в последнее время, ну, таких есть ситуаций кризисных, в которые тоже нужна помощь Красного Креста. Ну, и что касается Белоруссии и Гродненской области, слава богу, это такие природные вещи, это там подтопление, возможно, какие-то, возможно, ураганы. Например, зимой наши волонтёры из отряда быстрого реагирования выезжают на трассы, у них есть рации, и они помогают автомобилистам, если те попали в Буран, ну, не в Буран, не дай бог, там во вьюгу какую-то машина остановилась. То есть вот такая работа. Есть интересный очень у нас отряд такой подготовки реагирования на чрезвычайную ситуацию, он готов делать многое. Мы учим этих ребят, это взрослые люди в основном, там не очень много волонтёров. Вот мы учим их много чему, например, среди них есть кинологи, которых мы учим поиску людей, если кто-то потерялся в лесу, например, да. Или, ну, вот сейчас мы пробуем, нам сказали наши друзья и коллеги из МВД, что, вы знаете, в лесу, слава богу, у нас в Гродно не очень много людей теряется, чаще люди в городе теряются. Вот пожилой вышел, ну, как бы и потерялся. Вы, дорогой Красный Крест, учитесь, пожалуйста, в городе людей искать. Ну, вот мы начали это делать. Это очень хорошо, что люди нам подсказывают, что важно, потому что можно учиться и никогда не действовать. А это не принцип Красного Креста. А какие ещё сегодня, в сравнении с прошлыми годами, бросают вызовы Красному Кресту, действительность? Как изменилась деятельность Красного Креста за все эти годы? Знаете, кто бы что ни говорил, у нас очень демократичная страна. У нас много общественных организаций, много. И в связи с этим нормально, что все общественные организации конкурируют между собой. Это хорошо. Общественные организации, в том числе Красный Крест, это та организация, которая живёт благодаря благотворительным взносам, пожертвованиям и так далее. И буду абсолютно честна. В условиях такой конкуренции многие общественные организации привлекают ресурсы так, как умеют. Это определённый вызов. Правильно привлечь ресурсы, правильно людям рассказать, куда они пойдут. Регулярно давать какой-то отчёт людям о том, что получилось или не получилось. Есть масса многих новых каких-то методов работы, в том числе с привлечением ресурсов. И иногда мы идём чуть-чуть впереди, иногда отстаём. И это такой определённый вызов, если быть честным. Из других вызовов, которые есть, наверное, то, что появилось у нас перемещённых много лиц из Украины. Но это такая история, которая, когда к нам приехали в начале украинцам, все было очень интересно им помогать. Это нормально, так в каждом обществе бывает. На чужую беду белорусы здорово откликнулись с открытой душой. Но прошло время. Нам кажется, большинству кажется, что всё вроде, говоря таким простым языком, достаточно стабильно всё стало. Успокоилось. 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 Те, кто захотел остаться в нашей стране, остались. Те, кто захотел уехать, уехали. Но, тем не менее, когда разговариваешь с украинцами, видно, что очень долго до того, не знаю, поколение, наверное, должно прожить в Беларуси, чтобы они полностью реинтегрировались, адаптировались жить в нашей стране, несмотря на то, что им помогают и государственные структуры, и предприятия, где они работают, и просто люди, соседи. И, тем не менее, если закрыть глаза и представить, как это оказаться в чужой стране, всё равно это тяжело. Поэтому мы стараемся в том числе сопровождать эти семьи, может быть, прежде всего психологически. Сейчас будем пробовать такую акцию проводить. Будем просить, чтобы украинцы что-нибудь дали Красному Кресту. То есть? Вот. Потому что, ну, обычно мы им даём. Да, мы им даём. Ну, действительно, этих людей нужно, стоит эти семьи поддерживать. Там невысокий уровень достатка, часто разные проблемы. Вот. А сейчас мы просим, чтобы... Уважаемые украинцы, можно я к ним обращусь? Конечно. Если вы считаете это возможным, принесите, пожалуйста, в Красный Крест небольшой подарок, который вы привезли со своей Родины. Я не знаю, может быть, это будет ложка какая-нибудь, может, это будет какая-нибудь чашечка небольшая. Ну, что мы хотим сделать? Мы хотим все эти подарки собрать вместе. Может быть, это открытка. И сделать такую выставку-инсталляцию для того, чтобы рассказать об этих семьях, для того, чтобы люди понимали, как непросто жить в такой близкой, в такой родной Белоруссии, но всё-таки приехав из другой страны. Ну, не знаю, вызов ли это, считается ли это вызовом, но нам кажется, что вот это такая интересная работа. Потом мы начали немножечко работать. Ну, у нас есть детский центр, уже 6 лет он у нас работает. И обычно там мы работали с детьми с ограниченными возможностями, как в условиях центра, так и на дому. Ну, сейчас у нас появилось, так случилось. Мы начали немножечко работать с так называемой группой детей с аутистическим синдромом. Вот. Тоже новый вызов для Красного Креста. И мы учимся это делать. Это очень интересная, специфичная работа. Мы много советуемся с нашими коллегами из здравоохранения. Мы очень много спрашиваем у мам, которые знают больше нас о своих детях. Мы пытаемся, налаживаем диалог с педагогами, которые тоже работают с этими детьми. Ну, потому что Красный Крест — это такой... Специалист в Красном Кресте — это такой человек, который должен держать ушки по ветру. Он должен думать, в общем-то, что важно, должен у многих учиться и слушать. Слушать людей и слушать своих подопечных. Только тогда, воспринимая информацию извне, понимать, полезен ты или нет. Да. Ну, может, я очень идеалистически, конечно, рассказываю, потому что мне так хочется, чтобы так было. Конечно, так абсолютно не всегда. Потому что есть много очень рутинной работы, есть та работа, которая каждый день должна выполняться. Но вот идеально, хотелось бы... Бывает и идеальные дни, бывает, что так и есть, как я рассказывала. А чего не хватает сегодня Красному Кресту? Ох, чего не хватает... Да. Чего бы хотелось? Не хватает, ну, я бы не назвала это не хватает, никогда не бывает мало идей. То есть, когда человек приходит к нам с идеей, это уже хорошо. Это сразу наш человек. И какой бы она сначала казалась удивительной, эта идея... И невыполнимой. И невыполнимой. Если находятся... Вообще, все дела делают люди, правда? Если есть желание у человека, находятся люди вокруг, находится поддержка, находятся какие-то доноры, спонсоры, так называемые. То есть, вот всегда рады идеям. Может быть, мы ищем сейчас... Ну, вот вообще месяц, месячник волонтерства. Мы ждем волонтеров. В частности, мы ждем волонтеров достаточно специфичных. Так случилось, что мы вот посмотрели руководство, мы видим, что не очень хорошо мы работаем в интернет-пространстве. И мы вот на сегодня ищем волонтеров, которые помогали бы нам вот не разово вот это делать, а вот ежедневно работать, помогать, может, учить наших сотрудников или волонтеров, или просто волонтерить вот именно вот в этом направлении. Развивать организацию, пиарить ее в интернете. Развивать организацию, просто укреплять потенциал организации вот в этом плане. Самое главное, сердце организации — это волонтеры. Как бы это ни звучало тривиально, вот они — это идеи, они — это ресурс, они — это возможности. Ну, например, у нас есть волонтеры, которые работающие люди, или есть молодые мамы. Чем хорошо настоящий, чем хорош настоящий волонтер? Он не просто приходит, делает одно маленькое дело. Он еще ведет за собой своих друзей, товарищей, и он смотрит вперед. Если он настоящий волонтер, вот, например, в детскую больницу приходила группа «Кто? Кали, не мы?» Они сейчас уже оформились в отдельную группу несколько, ну, отошли от Красного Креста. Но они приходили работать с этими детками. И потом пришли к нам и говорят, вы знаете, история такая, вечером мы с этими детьми работаем, а утром кто с ними работает? И Красный Крест был вынужден найти человека за небольшое вознаграждение. Этот человек утром работает с детьми, которые из дома ребенка лечатся в детской больнице. Ну, вот сейчас есть задумка то же самое сделать в инфекционной больнице. Пока не получается, обещали со второго квартала, но вот пока не получается, ищем ресурсы для этого. Есть задумка работать с пожилыми людьми. Они очень активны у нас. Они полны энергии. Полны энергии. Мы даже думали, ну, сначала, когда начинали работать с группами пожилых людей, мы работаем с ними с так называемым принципом активного участия. То есть не для пожилого человека, а чтобы этот пожилой человек сам активно участвовал в этой деятельности и, может быть, что-то сделал для такого же, как он. Так вот, когда мы начинали работать, мы думали, что у этой деятельности точно будет какая-то сезонность. Потому что не секрет, что в Белоруссии пожилые – это всегда дача. Да. Многие пожилые поменяли дачу на Красный Крест. Вот это да. Да, вот я сейчас шла к вам из офиса. В офисе работают, ну, рядом с офисом, вот на буккроссинге, кстати, работают волонтеры пожилые. От них очень много идей, позитива, энергии. То, что раньше мы называли тимуровцами, сейчас используют Красный Крест и многие благотворительные организации. Это хороший опыт. Мы его слушаем, стараемся слышать. И я от всей души благодарю этих людей за их деятельность, за, ну, не знаю, за их патриотизм в отношении Красного Креста, в отношении страны, города. Они получат много кого. За самоотдачу. Абсолютно. Они чувствуют себя нужными обществу. А молодежь, которая приходит. Мне кажется, сегодня я вижу так много молодежи и к нам, которые приходят. Они хотят сразу сумасшедших результатов. И меркантильный интерес там тоже есть. А у вас как? Мы всегда, вы знаете, тоже думали, вот почему к нам приходят молодые. Ну, все живем в обществе, все видим, что много чего в обществе меняется. Ну, мы делали иногда там опросы такие проводим, почему. Да, многие честно отвечают, что они приходят за какими-то знаниями. Потому что тренинги, которые мы проводим благодаря нашим партнерам, это тренинги, которые учат лидерству, которые учат менеджменту, которые учат там основам ухода. Это в жизни всегда пригодится, да, вот получить знания. Потом, на удивление, молодежь, сидя за компьютером, как-то плохо дружит сейчас. И в «Красном кресте» они находят друзей и сами заявляют, что мы приходим сюда для этого, найти друзей. Кто-то, возможно, какие-то профессиональные навыки свои улучшить. Есть, конечно, небольшая часть, которая приходит для того, чтобы он знает, что у него будущее будет построено, целеустремленные люди. Будет построено, будет так или иначе связано с какими-то общественной организациями или со схожей темой социальной работы. Мы вообще приветствуем любых волонтеров. Это нормально, когда люди честно говорят о том, зачем я пришел. И опять же, знаете, у нас несколько специфичная работа волонтеров, очень тяжелая, очень. Это не просто прийти один раз на парад или на флешмоб, постоять, поулыбаться. Это работа такая, ну, надолго. Если ты пришел и занимаешься образовательными услугами, например, учишь своих сверстников профилактики ВИЧ-инфекции, то ты должен пройти тренинг и отработать. Если это обучение первой помощи, в тебя вложат какие-то ресурсы, обучат первой помощи, ты должен тоже потом учить людей. А уж если это касается вопросов ухода, то это вообще очень специфичная вещь. Нельзя сегодня прийти к человеку, завтра сказать, извините, вот я не хочу. Ну, это неправильно. Это дискриминирует организацию, дискредитирует, извините, организацию. В общем, поэтому мы очень любим и уважаем своих волонтеров. Выдерживают ли? Многие ли уходят? Конечно, это тоже такая, ну, не знаю, мировая статистика, что волонтеры меняются. Пока они учатся, возможно, там первые, вторые, третьи курсы, они с Красным Крестом, потом они уходят, возможно, потом кто-то возвращается. Это тоже абсолютно ничего плохого в этом нет. И, кстати, если можно, я бы хотела поблагодарить администрацию учебных заведений, которая оказывает содействие. Ну, просто говорит, ну, вот к вам придет Красный Крест, придите, попробуйте, послушайте, о чем они расскажут. Вот, и, ну, без этого тоже ничего бы не получалось, потому что собрать группу просто так, приходят разные люди. Вот, кому-то это интересно, кому-то неинтересно. А благодаря вот хорошим взаимодействиям с учреждениями образования, в частности с вузами в городе Гродно, такая работа более грамотно построена у нас. Вот вы тот человек, который видит довольно много горя, довольно много проблем людских, довольно серьезных проблем. Как вы с этим справляетесь? На самом деле, каждый из нас видит в жизни много чего. Как учите своих волонтеров справляться? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, каждый видит в жизни много чего. Есть много профессий, которые, ну, в общем-то, какие-то созидательных моментов под себя, ну, в общем, ну, изначально, когда идешь в профессию, ты понимаешь, что строитель, когда будет строить дом, он будет видеть, дом растет. А человек, который занимается социальной работой, гуманитарной деятельностью, он изначально, когда идет, должен понимать, что не очень часто отклик будет позитивный. Люди просят больше помощи, ресурсы у тебя очень ограничены, поэтому, ну, сейчас нет такой возможности. Раньше проводили тренинги по синдрому выгорания, вот, ну, периодически, не знаю, выезжаем на природу, в лес, в волонтер, для волонтеров какие-то мотивационные мероприятия устраиваем, потому что, ну, да, это сложная работа. И очень приятно, когда наши волонтеры звонят из офиса или откуда-то маме своей, там, родителям и говорят, я на работе. Это действительно работа, они не обманывают ничуть. А как построена деятельность Красного Креста в регионах? В регионах, в области нашей? В регионах, да. Структура, ну, чем хорош Красный Крест, то, что структура разведленная, и во всех районах есть представительство Красного Креста. Где-то это просто один человек, председатель, штатный сотрудник, возможно, там неполной занятости. Безусловно, у всех есть президиум, это такой коллективный орган, который авторитетных людей собирают в районе, и они решают, что важно для Красного Креста сегодня, что важно завтра, что, может быть, стоит отложить пока. И это какое-то количество волонтеров. То есть такая сеть есть во всех районах, работает по-разному. У кого-то это ярче работа, у кого-то эта работа более спокойно проходит. Но мы стараемся, чтобы хотя бы какое-нибудь одно яркое мероприятие в течение мая месяца прошло. Может быть, пиарное, может быть, для людей. Хотелось бы, чтобы было и то и другое одновременно. Конечно. Скоро наступает лето. Это то время, когда у нас начинают помогать активно деткам, которые малоимущие, готовятся к школе. Что с вашей стороны? Да, лето мы проводим несколько акций. Что касается подготовки к школе, у нас есть такая акция в августе. Мы ее проводим. Дети идут в школу. Сейчас эта акция проводится многими общественными организациями. Ну, очень хорошо. Чем больше, тем лучше. Безусловно. Помощи много не бывает. Это когда мы собираем у населения собственные ресурсы какие-то, школьно-письменные принадлежности для детей, которым тяжело родителям. Тяжело собрать детей в школу. Например, много детей в семье. Кроме того, летом у нас будет для особенных детей, для детей с ограниченными возможностями. Мы будем активно участвовать в так называемом проведении интеграционного лагеря. Это будет смена вместе с государством, что приятно отметить. Если три года назад этот лагерь был чисто Красного Креста, то сейчас это лагерь государственный с участием Красного Креста. Интеграционный. Это будут здоровые дети и дети с особенностями. Возможно, их сиблинги, то есть дети из семьи. Вот такая вещь. И, может быть, мы очень постараемся и проведем такой небольшой, не знаю, слет, лагерь такой коротенький для детей, которые попали в поле зрения милиционеров. Трудные детки такие. Трудные дети. Мы попробуем с этим работать. Не знаю, что получится бы их загадывать. Думаю, что все будет хорошо. Летом многие родители задумываются о том, куда бы отправить ребенка. Может быть, где-то поработать, попытаться какие-то заработать первые деньги или получить просто рабочий опыт. Кто-то к вам мог бы прийти, поволонтерить? Поволонтерить, да. Поволонтерить, да. Заработать первые деньги нет. Конечно. Но опыт работы получить первый. Да, опыт работы, да. Прежде всего, в городе Гродно это детский центр. Это работа вместе со взрослым, со службой сестер милосердия. Это работа просто в офисе Красного Креста, например, по сбору и выдаче той же гуманитарной помощи. Это тоже хороший опыт. И обычно летом приходят такие студенты, приходят сами, нам это очень приятно. Не могу не спросить, вот только-только мы отметили 9 мая, вы ведь помогаете людям старшего поколения. Что делается сегодня для них? Да, 9 мая это праздник для всей страны, святой день для всей страны и, конечно, святой день для Красного Креста. Наверное, даже не зря. 8 мая – Всемирный день Красного Креста, 9 мая – День Победы. В этот день во всех районах, мы уже просто спросили у своих коллег, прошли такие акции, которые поддерживают людей старшего поколения. Возможно, у кого-то это была простая акция во время митинга, во время праздников на День Победы. Просто в жаркую погоду волонтеры выдавали воду, смотрели, чтобы хорошо себя чувствовали люди старших возрастов. У кого-то это была другая история – посещение на дому пожилых людей, волонтеров, запись их рассказов о войне, возможно, о послевоенном времени. Все это хранится в Красном Кресте, все это часть нашей истории, как и часть истории нашей страны. Каков на сегодняшний день в нашем обществе интерес к этой гуманитарной деятельности? Понимаем ли мы до конца, что это такое и хотим ли мы в этом участвовать? Вы знаете, буквально, может быть, 5 лет назад такого живого интереса я бы ответила честно на ваш вопрос, что такого живого интереса к гуманитарной деятельности Красный Крест не видит. А на сегодня я бы сказала, что развивается такая мода на участие в гуманитарных акциях благотворительных. Возможно, интернет на это влияет, возможно, просто подросло то поколение, которое очень нуждается в этом. Среди молодых очень много, ну пусть даже не членов Красного Креста, но те просто, которые организуются в группе и делают что-то хорошее. Для детей с ограниченными возможностями, для пожилых людей есть, ну, очень такая приятная тенденция заинтересованность в гуманитарных мероприятиях, в добрых делах. Вы знаете, и вот эта мода на что-то доброе, она развивается, и что бы ни говорили, очень позитивно настроенная у нас молодежь, большинство этой молодежи. Как ты к людям, так люди к тебе. То есть простой принцип. У нас уже время, программа постепенно подходит к концу. Есть возможность обратиться к нашим гродницам, сказать им что-то, что бы хотелось давно. Вы знаете, что мы вешаем сейчас бигборды по всей территории нашей области, и мы очень только думали, что написать. И мы решили написать простые слова «дякую за доброчинность», потому что, пользуясь возможностью, я бы хотела поблагодарить всех гродницев, всех тех, кто хотя бы один раз когда-то помог другому человеку в рамках деятельности Красного Креста или в другой организации. Это очень важно. Начать делать хорошее дело. Спасибо вам огромное, что нашли время сегодня прийти к нам на программу. Это была программа «Открытый вопрос». Сегодня мы обсуждали деятельность Красного Креста. Если что-то упустили, ищите нас на сайте tvgrodno.by. И до встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!